Друзья, всем привет! С вами Георгий. Добро пожаловать на мой канал о редких христианах и суккулентах раритет. И сегодня такое будет короткое видео, в котором я расскажу про размножение хаворти тронката листом и вообще про размножение хаворти листом и о интересных случаях, которые бывают. И кое-что я покажу. Ну, чтобы размножить хаворти листом, нужно отделить здоровый зрелый лист аккуратно, желательно прямо с частью, ну, не то, что с частью стебля, но с частью, примыкающей к стеблю, не обломав его раньше и этот лист подсушить, а потом посадить, соответственно. Я так делаю, сажаю прямо в тот же горшок, в котором растет растение. Видно, что вот эти листья где-то они укореняются, где-то они не укореняются. Вот, например, листики видно, что засохли, не укоренились и никаких деток не дали. А вот в этом горшочке листик укоренился и деток дал. Вот торчат детки. Ну, бывает по-разному, там сколько листиков нарвешь. Лучшее время, чтобы рвать листики, это начало зимы, осень, потому что как раз хаворти растут, и в это время благоприятная температура, такая прохладная уже получается там, да, и, соответственно, хорошее время, чтобы отделить листик, и чтобы у него было время образовать слой клеток калиуса, с которым вырастают потом сами детки и корни. И, соответственно, у него за зиму есть время хорошо укорениться и образовать детей. Еще интересный момент, что я тоже раньше так постоянно листики подсушивал, потом сажал их обязательно, чтобы они укоренялись, и в горшочке уже давали детей. Но вот интересный опыт такой я получил. Я выкопал листик с деткой, и я увидел, что листик не образовал корней совершенно. Вот видно, что этот листик был отломан, а вот детка от него отвалилась уже. Ну, логично, потому что, собственно, корни образовались на детке. Сначала на листике образовался слой клеток калиус, потом из этого калиуса образовалась детка. Видите, какая она большая, уже больше самого листика, то есть это уже достаточно крупная такая молодая детка. А потом эта детка дала корни, и, соответственно, она питала этими корнями и себя, и этот старый лист. Поэтому это к вопросу о том, что зачем ждать укоренения самого листа, зачем ждать корни от листа, если лист, не укоренившись, способен образовать детку, и эта детка уже дает корни. То есть листья можно просто положить на субстрат и ждать, пока из них вырастут детки, а потом уже сажать в виде какой-то результат. Потому что бывает так, что вот я показывал засохшие листья, ты листья посадил, и это, опять же, много работы кропотливой, особенно много, если у тебя растения, а детки из них нифига не выросли. Поэтому в этом, получается, нет никакого смысла. Что хочется еще сказать, что из листа детки растут достаточно быстро, и вот эти детки достигают размеров материнских растений где-то за, ну, я бы сказал, за 4-7 лет. Особенно если речь идет о каких-то растениях, у которых есть рисунок на листьях, то этот рисунок может формироваться к 5-7 годам. Его финальная форма, так сказать, этого рисунка и самого растения. Хаворцем, Трункатом, ну, вот как японские мастера рекомендуют, что лучше всего они себя чувствуют, лучше всего развиваются, когда розетка имеет всего 5 листьев. Но вот сейчас осень, получается, я еще не обрывал никакие листья, и видно, что за лето листьев наросло приличное количество, и, конечно, их намного больше, чем 5 штук. Но я думаю, что вот через какое-то время я тоже высвобожу в себе недельку-другую и займусь их отделением и размножением, потому что хочется иметь побольше таких красивых растений. И что интересно еще, отделяя листья, которые расположены к периферии, вот, например, по этому растению хорошо видно, ты способствуешь укрупнению центральных новых молодых листьев. И если ты хочешь, чтобы растение было жирным, большим, то постепенно отделяя листья нижние, потому что они все равно, если ты их не отделяешь, они запрессовываются туда, к грунту, и они гниют. Поэтому отделяешь их, используешь для размножения, получаешь детки, а большое материнское растение только хорошеется с этим процессом, с возрастом. И вот таким образом работает, и получаешь детки, и получаешь красивое коллекционное растение, поддерживая его форму. Вот еще покажу растение, по которому тоже это хорошо видно, что какие были молодые листья и какие стали вот уже с возрастом более взрослые листья. То есть в центре сейчас более молодые листья, получается, да, а более ранние листья вот эти маленькие. То есть видно, насколько они более мелкие, чем листья, которые лезут из центра. Поэтому это правило пяти листьев, по крайней мере для крупнолистных форм, оно очень актуально. Есть трункаты видовые и всякие простые, у которых узкий лист. Там, конечно, количество листьев может быть больше. Но я люблю селекционные формы с толстыми широкими, жирными листьями такие. Поэтому стараюсь придерживаться этого правила пяти листьев. Так что вот так, друзья, вот такие нюансы есть в размножении хворти трунката листом, ну и вообще хвортий. Надеюсь, кому-то эти аспекты помогут успешно размножить классные красивые растения. А с вами был Георгий. Пока!